Здравствуйте, уважаемые друзья! Друзья, в эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущий Андрей Печерин. Внутри души каждого человека существует дверь, ведущая в Царство Небесное. И эта дверь есть Господь наш Иисус Христос. В имени Иисус присутствует Сам Бог, поэтому оно божественно, ибо несет в себе божественную благодать. Через это святое имя происходит непосредственное живое общение души с живым, единым Богом. Иисусовой молитвой молятся благочестивые миряне. Монахи произносят ее умом в храме во время богослужений. Ею заменяют церковные службы отшельники и анахареты в уединении. Она для людей огонь пожирающей страсти. О том, как стяжать Иисусову молитву, говорит иеромонах Симон Бескровный, книгу которого мы и предлагаем сегодня вашему вниманию. Имя иеромонаха Симона Бескровного хорошо известно современному читателю. Ранее он издавал свои книги под псевдонимом «Монах Симеон Афонский». Новая книга, вышедшая в свет стараниями у Секновенской пустыни, Котофиги на Святой горе Афон, а также издательство «Камна» и «Синтагма» посвящена Иисусовой молитве. Как отмечают издатели, по просьбам многих монахов и монахинь, желающих неложного спасения, было составлено это практическое руководство к Иисусовой молитве. Ведь чтобы молиться Иисусовой молитвой, нужно хорошо понимать ее смысл, и к ней ни в коем случае не следует относиться легкомысленно. Необходимо точно знать, что нам предстоит совершить в молитвенной практике и к чему мы в ней должны стремиться. Суть этого спасительного дела, не отмечает отец Симон, углубление покаяния. Средство совершенствования в покаянии — это внимание. А цель покаяния — всецелое соединение со Христом. Как говорится, вкус меда узнает и слепой. Источник истинного счастья — только благодать Христова. Все остальное — заблуждение. Единственная цель жизни на земле — это смирение, а единственная цель духовной практики — спасение души через покаяние. Желая узнать многое, мы теряем возможность узнать одно, которое и есть истина. При этом желаем благодатного утешения и не получаем. Не желаем скорбей и находим их. Если принимаешь утешение, принимай скорби, — говорит отец Симон. Другого пути нет, чтобы преодолеть и победить сей мир. Прибежище скорби и соединиться со Христом. По словам автора, начало спасения — стяжание мира душевного через исполнение заповедей Евангелия. Середина спасения — очищение ума и сердца от греховных страстей и помышлений в покаянной, внимательной молитве. Завершение спасения. Стяжание святости через бесстрастие и безмолвие с соединением с духовным солнцем вечной жизни, со Христом. Такое соединение есть совершенное освящение и обожение человеческого духа нетварным светом Пресвятой Троицы. Если не будешь близок со своим истинным спасителем и другом, Христом, то в запоздалых раскаяниях оставишь этот мир, который есть лишь временный попутчик. Отдельно от Христа нет спасения, поскольку Христос и есть спасение. Если не научишься мудро направлять свою жизнь с помощью заповедей Евангелия, то она будет править тобой, словно неразумным младенцем. Прямая задача церкви, отмечает автор, — сделать нас духовными существами во Христе, а не бренными жителями земли, привязанными к плоти и суетному ложному существованию. Имя Иисус есть откровение свыше и является энергией Божества. В имени Божием живут божественная мудрость и небесный свет, просвещающий всякого человека, произносящего это святое имя. Призывая имя Иисуса Христа, мы опытно переживаем присутствие в нас блаженного и непостижимого Бога. Христос в молитве становится жизнью нашей жизни, уйти от которой некуда, да и невозможно, ибо это есть истинная жизнь вечная в блаженстве Царствия Божия. Сия есть вечная жизнь, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Однако шествовать этим путем следует вдумчиво и внимательно, храня во всем трезвеннее ум. По словам отца Симона, в Иисусовой молитве находится вся полнота спасающей и просвещающей благодати. «Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом», — говорит апостол. Тот, кто практикует эту молитву, исполняет в ней все обеты и заповеди. Для ведения подлинной молитвенной жизни нужно быть человеком определенной человеческой культуры и иметь чуткость сердца. «Христос, сидя одесную отца, никогда не оставляет своего человеколюбия, а пребывая с людьми, всегда был един с Отцом Небесным. Я и Отец одно». В этом, как отмечает автор, для нас заключена тайна нашей духовной свободы, спасения и послушания. «Отец во мне, и я в нем», — по слову Христову. Соединившись через послушание воедино в духе с Господом, мы никогда не должны оставлять всемирную любовь к ближним, а помогая и служа людям в их спасении, не прекращаем пребывать в совершенном единении со Христом и таким образом с Богом Отцом. Именно к такому единению с Отцом Небесным через Иисуса Христа возводит душу Иисусова молитва. Эта молитва есть исповедание нашей веры в Бога Иисуса Христа, света от света, воплотившегося ради нашего спасения, распятого, страдавшего за нас, погребенного и воскресшего. Иисусова молитва — это наше сердечное раскаяние в отпадении от Бога, глубокое и искреннее покаяние в собственной греховной жизни и неотступная надежда на прощение и милость Божию. Молитва — это наше рождение в Боге. Она приводит нас к совершенному исполнению заповедей Христовых, а отступление от них ведет к потере молитвы. Ибо мы ничто без Духа Святого. В этой молитве предпочтительнее не придумывать своих слов, чтобы слова Господи и Иисусе Христе помилыми навсегда укоренились в уме, сердце и душе человека. Чтобы спастись, нам необходимо сделать себя свободными и мужественными, православными людьми во Христе, а быть равнодушными, слабыми и нерешительными нельзя. О том, как спасаться, хорошо сказано в послании апостола Павла. «Итак, едите ли, пьете ли? Или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Что значит «во славу Божию»? С именем Христовым на устах и в сердце, и с полным вниманием. Это и есть наша духовная практика, где бы мы ни находились. Если в течение суток ты живешь как слепец, а объявляешь себя православным, не имея ни доброты, ни любви к людям, то ты уже перестал им быть, и зря растрачиваешь свою жизнь. Говоря в общем, к Богу приходят два типа людей. У одних сердце и ум, будучи неповрежденными, ищут прямого постижения истины, и они быстро стяжают благодать и просвещение Духа. У других душевные недуги велики, и они нуждаются в непосредственном исцелении в Боге, и лишь затем приходят к осознанию необходимости спасения. Поэтому их путь требует постепенности. Тот, кто поставил себе эту святую цель спасения, должен вначале услышать о практике покаянной молитвы и ознакомиться с ней. Обо всем этом и рассказывается в настоящем духовном руководстве для посвятивших себя стяжанию спасительной молитвы. По мнению автора, чтобы стать подлинными христианами и возлюбить Христа всей душой, всем сердцем и умом, необходимо полностью изменить собственную жизнь, сделав покаянную Иисусову молитву и ее основанием. Практика молитвы и созерцания должна принести плоды прямо в этой жизни, потому что в ином мире уже поздно что-либо практиковать. Не пытайся обнять Бога мыслью, обними Его молитвенным сердцем и оставайся с Ним всегда. Это и есть спасение. Последовательному раскрытию молитвенного возрастания в призывании Божественного имени и окончательного спасения и освящения человека посвящены главы этой книги. На этом наша передача подходит к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я же прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова